МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Отдыхать не умеем". В прошедшие выходные в дежурную часть обратились почти 250 березняковцев. Испорченный отпуск. Десятки березняковцев не смогли вылететь к морю из-за банкротства туроператора Лабиринт. Предупрежден, значит вооружен. Всемирная организация здравоохранения считает, что последствия активно распространяющегося вируса Эбола могут стать катастрофичными. Это новости на ТНТ. В студии Андрей Фадеев. Здравствуйте. Рады приветствовать вас в этот теплый понедельник. Синоптики обещают нам долгожданное лето, но об этом позже. А пока расскажем о событиях минувших выходных. В очередной раз наша съемочная группа дежурила на улицах города вместе со стражами порядка. События, попавшие в полицейскую сводку, в репортаже Татьяны Александровой. За окном стемнело и вот первый вызов. Жительница одного из частных домов в районе Абрамова сообщила, в их районе торгуют наркотиками. Но самое страшное, как говорит девушка, к зелью пристрастился и ее сожитель. Молодые люди, на которых нажаловалась девушка, стояли тут же. Спорить с полицейскими они не стали. Добровольно отправились на освидетельствование. К счастью для молодых людей, экспертиза не дала положительного результата. И после продолжительной беседы в управлении внутренних дел, ночных гостей отпустили домой. А вот история следующего героя вряд ли закончится хэппи-эндом. Молодой человек попался в руки сотрудников госавтоинспекции в состоянии алкогольного опьянения. После оформления протокола его автомобиль с помощью эвакуатора отправили на штрафстоянку. А тому, для кого закон не писан, грозят теперь и лишение прав, и штраф в размере 30 тысяч рублей. К сожалению, за прошедшие выходные в Березняках в сводку полицейских попали не только эти события. За весь уикенд от граждан на пульт дежурной части полиции поступило 248 сообщений о происшествиях. Сотрудниками правоохранительных органов зарегистрировано 10 преступлений. Пять из них удалось раскрыть по горячим следам. Татьяна Александрова, Сергей Александров. Новости на ТНТ. Десяткам березняковцев испортили отпуск. Известный российский туроператор «Лабиринт» объявила о приостановке своей деятельности с субботы. Многие горожане не улетели в теплые края и могут просто потерять свои деньги за путевку. В ситуации разбиралась Евгения Кокшарова. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, ко мне обратились туристы, запранированные не в нашем агентстве. Могу ли я узнать, что с их паспортами? Весть о том, что туроператор «Лабиринт» обанкротился, потрясла весь российский турбизнес. Владелица туристической фирмы Светлана Абаянская только одних туристов отправила отдыхать через «Лабиринт». К счастью, они уже успели вылететь и заселиться в отель в Болгарии до того, как «Лабиринт» разорился. Туристы проплачены, туристы отдыхают. Мы сегодня созванивались, у них там все в порядке. Прежде чем отправить клиентов, потому что мы знали, что очень все плохо, они у нас улетели первого числа. Мы позвонили в отель, и отель нам подтвердил, что бронь есть, и она оплачена. Поэтому туристы у нас сейчас находятся в безопасном состоянии. Однако десятки березняковцев «Лабиринт» завел в тупик. Люди не смогли вылететь в теплые страны и потеряли деньги за путевки. Вот эта семейная пара оказалась в такой же ситуации. Но с нами разговаривать туристы даже не захотели. Отпуск испорчен, деньги потеряны, и приходится подбирать новый тур. В данный момент вы сами видели, что у меня есть клиенты в офисе. Это не мои клиенты, а клиенты пермской фермы, которые забронировались. И в Перми им сказали просто-напросто, не звоните нам больше, ваших денег у нас нет. То есть люди сейчас себе организуют по-новый отдых. Мы не знаем, что с их паспортами, потому что в «Лабиринте» пофамильно не могут сказать, когда вернут паспорта туристов. Поэтому мы едем на Краснодарский край. Напомним, туроператор «Лабиринт» работает с 1995 года. Оператор предлагал прямые перелеты практически на все популярные туристические курорты Греции. Такие как Крит, Родос, Кос, Корфу, Халкидики, Афины, Пелопонез. До головного офиса в Москве дозвониться просто невозможно. А на официальном сайте «Лабиринта» туристам говорят прямо, что билеты действительны только в один конец. А дорогу обратно и проживание в отеле туристы должны оплатить сами полностью. Далее цитата. Во-первых, туристы могут использовать свои авиабилеты. Они выписаны и действительны. Во-вторых, проживание на курорте туристы должны будут оплатить самостоятельно 100% в отель или через принимающую компанию. И в-третьих, обратные билеты туристы должны купить самостоятельно. Адвокат Сергей Кондратьев рекомендует обращаться к юристам. Они помогут составить судебный иск. Нам уже сегодня поступило одно заявление. Сейчас мы готовим в суд иск. Будем обращаться с заявлением о возврате денежных средств непосредственно в ту фирму, в которую мы обращались. Хотя, по данному делу, ответчиками будет не только турфирма, но и туроператор. То есть, тот туроператор – те собственники, которые находятся в Москве. Кстати, «Лабиринт» – это пятый туроператор, который обанкротился за этот год. Эксперты в турбизнесе связывают такую катастрофическую ситуацию с нестабильной политической и финансовой обстановкой в нашей стране. Так что, кто не рискует, тот не пьет шампанское на заграничных пляжах. Евгения Кокшарова, Сергей Александров, Лев Сабуров. Новости на ТНТ. Предъявите паспорт. Россиян начнут наказывать за сокрытие второго гражданства. С сегодняшнего дня в России вступает в действие закон, вводящий уголовную ответственность за сокрытие двойного гражданства. Теперь все россияне, имеющие паспорт гражданина иностранного государства, а значит и право на постоянное место жительства в другой стране, обязаны уведомить об этом Федеральную миграционную службу. Закон об уголовной ответственности за сокрытие двойного гражданства президент России подписал в конце июня. Каждый россиянин, получив гражданство другой страны, обязан в течение двух месяцев направить в ФМС письменное уведомление. Так, если предписание не исполнить, вводится штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до года, либо обязательные работы на срок до 400 часов. При этом, как отмечают в УФМС, уголовная ответственность будет накладываться лишь за то, что человек вовремя не уведомил о приобретении нового гражданства. К другим темам. Треугольный сквер охраняет голый царь зверей. В пятницу мы рассказывали о том, что достопримечательность сквера – цветочный лев – в этом году не цветет. Почему? На этот вопрос нам сегодня ответили в управлении благоустройства. Облезлый хвост, уши и лапы зверя привлекают внимание горожан. Гордый, но облезлый царь зверей сидит в окружении цветущих петуний. А вот фото, сделанное в прошлом году. Здесь лев в прямом смысле слова цветет и пахнет. Благоухающий вид царя зверей пришелся по душе березняковцам. Что же случилось этим летом? Почему лев потерял свой внешний облик? Как рассказала консультант отдела разрешения управления благоустройства Елена Горшкова, подрядчик посадил весной многолетние растения, и снова подсаживать их в течение лета он не обязан. Елена Владимировна даже принесла нам фотографию проделанной весной работы, где отчетливо видны посаженные растения. Это лето было достаточно дождливое, и все это сказывается. Растения не успевают укорениться, их смывают. Если бы его не трогали, не фотографировались, не вытаптывали, то было бы гораздо лучше. Ближайшее обновление конструкции планируется провести весной следующего года. Будем надеяться, что горожане впредь будут бережнее относиться к цветочному охраннику треугольного сквера, когда и погода в 2015-м не подведет. Досрочные выборы депутатов в Березняковскую городскую дому по 21 округу состоятся 14 сентября. Вакантное место в городской думе появилось после того, как предыдущий народный избранник Юрий Плыга сложил с себя полномочия. Сейчас на его бывшее депутатское кресло претендуют три кандидата. В избирательную гонку включились Шалахин Илья Владимирович, генеральный директор торгового дома «Космос», выдвинут отделением политической партии «Справедливая Россия». Кузвесов Михаил Юрьевич, заместитель гендиректора закрытого акционерного общества «Новая недвижимость», выдвинут отделением политической партии «Единая Россия». Хавин Олег Васильевич, гендиректор фирмы «Алмаз», выдвинут отделением либерально-демократической партии «России». Всего в установленные сроки в качестве кандидатов заявились пятеро березняковцев, четверо из которых представляют политические партии, одна – самовыдвиженец. Рассмотрев представленные документы, избирком принял решение зарегистрировать пока трех кандидатов в депутаты. Кандидатам от партии, в отличие от самовыдвиженцев, не нужно было собирать подписи за свое выдвижение. Как раз сбор подписей стал непреодолимой преградой для кандидата-самовыдвиженца, индивидуального предпринимателя, который не смог собрать необходимое количество подписей в установленный срок. В борьбу за депутатский мандат вскоре может включиться еще один партийный кандидат. Через неделю территориальный избирком рассмотрит вопрос о регистрации представителя от КПРФ Самарцева Дмитрия Андреевича, инженера-технолога Березняковского механического завода. А пока право провести предвыборную агитацию есть только у трех кандидатов. На охране здоровья в Березняках подвели итоги диспансеризации за первое полугодие текущего года. Первый этап исследования состояния своего здоровья уже завершили около пяти тысяч березняковцев. Итоги первого полугодия показывают, что наиболее организованно диспансеризация проходит в медсанчастях промышленных предприятий «Уралкалия», «Ависмы» и «Уралхима». Ее прошли уже больше половины сотрудников. В ходе диспансеризации у 206 человек впервые диагностированы серьезные заболевания – новообразование, болезни сердца, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, глаукома. В прошлом году в Березняках процесс диспансеризации завершили почти 7 тысяч человек. Из них только каждый четвертый признан практически здоровым человеком. Как показывает практика, активно диспансеризацию проходят граждане предпенсионного и пенсионного возрастов. Напомним, широкомасштабная диспансеризация началась в прошлом году. Ее цель – раннее выявление заболеваний, соответственно, своевременное начало лечения. Все, кто желает пройти бесплатный медосмотр, могут обратиться в свою поликлинику. Вирус Эбола, от которого еще не придумали вакцины, активно распространяется по Западной и Центральной Африке. Всемирная организация здравоохранения предупреждает – последствия лихорадки могут быть катастрофичными. Из полутора тысяч зараженных более 700 случаев закончились летальным исходом. Под угрозой находятся не только приграничные страны, но и государства, удаленные от очагов лихорадки. Болезнь уже продемонстрировала способность распространяться во время путешествий на самолете, хотя раньше такого не было. Что интересно, вирус Эбола не распространяется воздушно-капельным путем, как, например, грипп, а передается от человека к человеку с кровью, выделениями или другими жидкостями инфицированного организма. На сегодня опасность заражения для березняковцев тоже существует, но она минимальная. Египет на сегодня не является территорией риска по данному заболеванию, поэтому все вылеты в него считаются пока свободными и не представляющими риска. С Роспотребнадзором принимаются меры по предупреждению завоза данного вируса на территории Российской Федерации, то есть это на границах, в частности, в большей степени даже это там, где прилетают самолеты, на этих границах, на аэропортах. Заболевание является тяжелой, острой вирусной инфекцией, часто сопровождающейся внезапным появлением сильной слабости, мышечными, головной болями и болью в горле. Нынешняя вспышка уже стала самой смертельной с момента обнаружения вируса в 1976 году. В России 2 августа отметили Ильин день. До Ильина дня мужик купается, а с Ильина дня с рекой упрощается, гласит народная поговорка. Однако в Березняках купальный сезон закончился так и не начавшись, вода не успела прогреться. Кому все-таки удалось окунуться в Березняковские водоемы, расскажет Евгения Кокшарова. В Ильин день Тамара Егоровна единственная купающаяся на Камских заливах, хотя это популярное место среди березняковцев, но только не этим летом. Теплая погода установилась лишь в эти выходные, но Тамаре Егоровне холода не страшны, ведь смелая женщина – любительница зимнего плавания, так называемый морж. Водичка хорошая, градусов 10, не сравнить зимние. Зимой если 2 градуса, то сейчас 10 – это класс. На пустом пляже уютно расположились спасатели. Этим летом парни остались без работы, хотя им это даже на руку. Смена и зарплата идут, а вытаскивать из воды никого не надо. Никого не доставали, все нормально. В основном рыбаки же только рыбачи, так-то плавать никто не идет, холодно еще. Да к толком что, лета-то не было, дожди, морозы вот эти какие-то. Говорят, после Ильина дня купаться уже нельзя. Даже если водоемы успеют прогреться, так что поплавать в Березняках просто негде. Тем более, что бассейн «Кристалл» временно закрыт. Похоже, купаться теперь можно только в собственной ванне. Зато здесь всегда тепло и уютно. К тому же можно добавить пену для ванны, например, с ароматом тропических фруктов и помечтать о южном пляже. Евгения Кокшарова, Сергей Александров. Новости на ТНТ. Мы делаем новости вместе с вами. Если вы хотите пожаловаться на проблему, вы сняли на видео необычное событие или происшествие, вы знаете то, что будет интересно другим, поделитесь этой информацией с нами. Автор лучшей новости недели получит вознаграждение 3000 рублей. Мы ждем ваших сообщений по телефону 43-17-17. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды, а я прощаюсь. С вами был Андрей Фадеев. Всего доброго и только хороших новостей. Прогноз погоды представляет. Климат-маркет технологии климата. Специальное предложение. Корейский газовый котел за 14 тысяч рублей. Технологии климата. Советский проспект 2. Левый пристрой к строймаркету Агроснаб. Прогноз погоды представляет. Компания Агрострой. Березники. Советский проспект 6. Соликамск. Энергетиков 36. Спонсор погоды компания-производитель металлопластиковых конструкций Элитастрой. Полный цикл производства означает полную ответственность за конечный результат. Компания Элитастрой. Улица Ломоносова, 98. Телефон 239950. Во вторник антициклон усилит свои позиции на севере Придуралья, препятствуя развитию облачности. Так что завтра в нашем регионе вновь выглянет солнцем. Но прогрев воздуха будет ограничивать северо-восточный ветер. 5 августа в Перми переменная облачность без осадков плюс 26, плюс 28 градусов. В Александровске 25, 27 тепла переменная облачность осадков не ожидается. В Губахе также плюс 25, плюс 27 переменная облачность без осадков. В Кизеле переменная облачность осадков не ожидается и 25-27 градусов со знаком «плюс». В Соликамске переменная облачность без осадков и плюс 23, плюс 25. В Березниках 5 августа переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20. Днем 24-26 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. 5 августа солнечная активность низкая, геомагнитное поле спокойное. Информация предоставлена Центром ФОБОС. Вы должны знать. Корейский газовый котел стоит 14 тысяч рублей. Технологии климата. Звоните 29 25 99. Адрес нашего магазина Советский проспект 2. Территория Агроснаб. Металл, металл, кругом металл. Компания Агрострой предлагает металлопрокат и профнастил по самым низким ценам. Березники, Советский проспект 6, Царикамск, энергетиков 36. Элита Строй. От социальных окон до любого вашего каприза. Окна, балконы, двери, установка, ремонт и обслуживание. Собственное производство в Березниках. Наш адрес Ломоносова, 98, напротив торгового дома Ермак. Телефон 23 99 50. Привет. У меня родители уехали. Хочешь, приезжай? Хорошо. Купить что-нибудь? Машину купи в Фаэтоне. Фаэтон предлагает для вас широкий модельный ряд поддержанных автомобилей по низким ценам. Фаэтон. Ломоносова, 98. За бизнес-центром Форум. Ого! Фаэтон.